А интересно, подумал ежик, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. И он стал медленно спускаться с горки, чтобы попасть в туман и посмотреть, как там внутри. Конечно, ежик из всемирно известного мультфильма Юрия Нордштейна не захлебнулся в тумане, его не сожрала преследовавшая его через всю низину сова. И в принципе добрался он до своего друга-медвежонка вполне благополучно, и даже посмотрел потом с ним на звезды. Однако Play Dead, авторы Олимпа, были далеко не так жизнелюбивы и оптимистичны, как авторы наших советских мультфильмов. Поэтому бедный мальчик, главный герой этой игры, за какие-то 5 часов, ну может быть за намного более меньшее время. Ведь тот же самый Супер Митбой, который по идее можно проскочить где-то часа за полтора, в итоге отнял у меня из-за общей кривоты рук, разумеется, более суток. Ну так вот, за это время прохождения мальчик, главный герой успевает, умереть самыми жестокими и мучительными смертями, которые вы только можете выдумать. И все по вашей оплошности. Но вы от этого безумного количества смертей, игру ненавидеть не станете. И причина по сути одна, Лимба с невероятной, с нерастяжимой достоверностью, транслирует вам под сознание те самые страхи, которые вы когда-то испытывали в детстве, прячась по ночам под одеялом. Чтобы вас не сожрала, вылезшая оттуда в полночь бяка. Обязательно с большими когтями, зубами и ушами. У меня самого неподалеку от дома находится крошечная лесополоса, буквально где-то 500 на 200 метров, не больше. Однако ночью там одному, да тем более еще без фонаря, страшно. Страшно так, что будто тебе действительно все еще 10 лет и ты еще ничего о мире не знаешь. Ведь когда ты находишься в таком ночном лесу, вокруг действительно шлестит трава, кричат где-то вдалеке птицы. И постоянно такое ощущение, будто за тобой кто-то со спины следит и готов выпрыгнуть на тебя из кустов и сцапать. Ну так вот, Лимба при помощи почти что тех же самых способов создает у вас ощущение того, что вы как раз находитесь в этом темном лесу ночью. Черно-белая картинка, шорохи, шелест и почти что полное отсутствие музыки в колонках. Нарочи-то гротесные монстры окружающие вас. Например, если комар, то обязательно хищный пожирающий плоть. Если паук, то размером с двухэтажный дом, не меньше. Сама картинка в игре нарочи-то замылена, но не так, как это делается в современных играх, чтобы скрыть недостатки графики. А для того, чтобы ваш мозг постоянно работал, выдумывал саму себе опасности, находящиеся впереди. И это работает на создание атмосферы чуть ли не еще сильнее, чем сама черно-белая картинка и густой, почти что физически ощущаемый эмбиент. Я все еще помню, что когда я был маленький, я жутко боялся днем ходить по коридору. А все лишь из-за того, что у меня за окном росла огромная, почти что 4 этажа высотой ива, крона которой отбрасывала на пол характерной формы тень, жутко похожую на силуэт человека. И к тому же, этот самый силуэт еще и двигался, размахивая чем-то вроде рук, когда дул ветер. Поэтому Лимбо как игра цена еще и тем, что она способна вытянуть у вас из давно забытых воспоминаний яркие моменты детства. Но даже и в том случае, если она у вас ничего не излечет, а Лимбо вы запомните как сборник хороших, построенных на ньютоновской физике головоломок, которых вы до этого не видели вообще нигде. Тут есть пазлы на инерцию, правила моментов, сообщающиеся сосудов, законы Архимеда, ну и все законы Ньютона тоже. Почти все из этих задачек не решаются простым нажатием кнопки. Объекты надо перемещать именно с тем ускорением, с такой скоростью, которая требуется именно в данной конкретной ситуации. В общем, школьный учитель физики, каждый год пытающийся вдолбить семиклассникам, элементарные правила механики был бы доволен. Как вы уже могли понять, Лимбо завтра сталом Play Dead. Это редкий пример игры, которая обладает не только уникальным стилем, но и уникальным игровым процессом. В нее действительно стоит играть, а не задвигать на когда-нибудь на потом, как это сделал я. Тем более ее сейчас, вместе с Суперменбой, можно купить в свежем хамбл-бандл за бесценок. Про игру рассказывал Вадим Банников. До свидания и до скорой встречи. Подписывайтесь, ставьте плюс, если лень писать коммент. А игры на обзор присылайте вот на этот аккаунт Стима. Я свои обещания выполняю. Мне прислали Лимбо, я по нему обзор сделал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!